Долгие месяцы подготовки, тысячи гостей и непередаваемая атмосфера. Все верно. 1 августа занимает особое место в календаре православных христиан. Именно в этот летний день, в 1754 году, родился Серафим Саровский. В начале 20 века его канонизировали. На просторах интернета с легкостью можно найти архивные кадры, на которых последний русский император Николай II со своими близкими при огромном скоплении народа посещает Саровские торжества в 1903 году. После революции для церкви настали тяжелые времена. И лишь в 1991 году мощи батюшки Серафима вернулись на Дивеевскую землю. Так началась новая глава в истории прославления святого старца. И в этом году, на День памяти Серафима Саровского, верующие люди вновь устремились в Дивеево, чтобы прикоснуться к мощам преподобного и искупаться в святом источнике. О том, как прошли торжества, расскажем прямо сейчас. Для того, чтобы желающие побывать на Серафимовских торжествах смогли приехать на праздник заранее, в Дивееве развернули палаточный городок. Он рассчитан на 4000 человек. Ежечасно сюда приходят все новые и новые гости. Сейчас в городке проживает более 2000 человек. Думаем, что сегодня, накануне Божественной Литургии, прибудут еще паломники из разных мест России, ближнего и дальнего зарубежья. В городке есть все необходимое для жизни. Полевая кухня, душевые, сделаны розетки для зарядных устройств. В центральной часовне расположили святыни с крестных ходов. Доступ к ним также есть у всех желающих. Подумали и о безопасности гостей. Регулярно в палаточном городе дежурят машины скорой помощи и сотрудники силовых структур. Сам палаточный городок устанавливался силами национальной гвардии. А в обеспечении городка участвуют многие-многие службы. Это и отдел полиции по Дивеевскому району, это медицина катастроф, это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, ну и, конечно же, наши питатели, наши кормители, это облпотребсоюз. Но большую часть времени у гостей занимает посещение богослужений и осмотр достопримечательностей Серафима Удивеевского женского монастыря. Ради возможности поклониться святым местам и прикоснуться к мощам преподобного, люди приехали из разных уголков страны. Мы очень любим это место и с удовольствием всегда сюда приезжаем. Благодать на душе, приятное ощущение. Надо побывать, почаще приезжать по возможности. Да, очень рада, что сюда приехали. Такое место святое. Прекрасное, красивое, во-первых. И в храме побываешь, на душе так сделается, как будто, как все говорят, там побыли. Одни впервые приехали на торжества, для других это стало доброй семейной традицией. Несмотря на то, что многим пришлось преодолеть не одну сотню километров, они испытывают на праздничных мероприятиях с кожей чувства. Очень хорошо, приятно даже. Душа здесь отдыхает. Мне нравится здесь. Это ощущение. Ну, Божья благодать здесь. Впечатления только положительные. И после этих впечатлений только одна благодать на душе. Все внутри светится. Не знаю, как передать еще словами. Не передашь словами. Усталость от дальней дороги и жаркий день не стали препятствием для того, чтобы отказаться от посещения монастыря. Паломники за несколько дней смогли посетить все достопримечательности Дивеевской обители, искупаться в источнике и пройти по Святой Канавке. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Одновременно с торжественной частью в Дивеве открылся первый межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Именно этими словами, по преданию, отец Серафим приветствовал каждого своего гостя. В форуме приняли участие более 400 участников из различных епархий Прилузского федерального округа и Москвы. Ребята работали на пяти образовательных площадках. Встретились с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо Федором Емельяненко. Дискуссионные образовательные площадки, круглые столы, тренинги, культурно-массовые мероприятия. Участникам первого межрегионального форума православной молодежи совершенно некогда скучать. На православный молодежный слет приехали делегации епархий, входящих в состав Нижегородской митрополии, а также Чебоксарской, Ёжкаролинской, Пендинской, Ижевской, Саранской и Вятской. Для того, чтобы мы пообщались, поделились опытом, набрались опыта, послушали людей, которые достигли какого-то определенного уровня в своей сфере. И смотря на них, мы набирались желания следовать по тому пути, которым призвал нас Господь, это служение людям. Анна – представитель городецкой епархии Феодоровского мужского монастыря. На Дивеевскую землю она приехала не только для того, чтобы чему-то научиться, но и поделиться собственным опытом. Моя миссия здесь не только посетить площадки, приготовленные нашими замечательными организаторами, но и рассказать о проекте «Александр Невский слава духами России», который стартует в городецкой епархии с 1 сентября 2018 года. Этот проект направлен на возрождение духа патриотизма. Пожарные, дети из многодетных семей, менеджеры, представители епархии. На форуме можно встретить ребят разного возраста и профессий. Александр – ведущий специалист управления культуры, спорта и работы с молодежью Павловского района. И на форум он тоже приехал с конкретной целью. Приехал сюда выступить с лекцией по волонтерству и представить проект «Молодежная палата», поделиться опытом волонтерской деятельности. Для многих участников форум «Радость моя» стал площадкой для обсуждения создания и реализации социально значимых образовательных патриотических молодежных инициатив. Очень здорово, что такие форумы проводятся для молодежи, потому что здесь как раз можно за несколько, за 3-4 дня духовно и нравственно подняться. Помимо образовательных площадок организаторов подготовили для участников и встречи с интересными гостями. Самой яркой стала беседа с владыкой Георгием. Встреча прошла в формате открытого микрофона, и каждый желающий смог задать митрополиту интересующий вопрос. Наша молодежь очень открыта, обзычивая, живая, интересующаяся многими жизнями, вопросами. Замечательно, что есть такой формат здесь, в 4-м делу Матери Божией, в мощи и батюшке Серафима, с молодыми людьми поговорить и снять у них многие недоуменные вопросы и проблемы. Бежорегиональный форум православной молодежи «Радость моя» проходил впервые, но организаторы планируют сделать его традиционным и проводить ежегодно в Дни Серафимовских торжеств. День ВДВ – это праздник для миллионов россиян, которые служили в воздушной пехоте и даже после демобилизации продолжают жить с девизом «Никто, кроме нас». Десантники с честью выполняли воинский долг во множестве военных конфликтов, пройдя крещение огнем в годы Великой Отечественной войны. Участвовали в боевых действиях в Афганистане, несли службу в 1-м российском батальоне миротворцев и сейчас готовы по первому сигналу отправиться в любую точку страны и даже планеты, где нужна их помощь. В нашем городе свой профессиональный праздник десантники по традиции начали с торжественного митинга у Вечного огня. Эдуард Половинкин с детства хотел быть военным. Всегда мечтал быть летчиком, а попал в ВДВ. На такой жизненный расклад не жалуется. Мечтал о небесах и желание исполнилось. Правда, вместо штурвала самолета всю службу были стропы десантного парашюта. Свой первый прыжок помнят и сегодня. Ничего, подготовились, прыгнули. Ни страха, ничего не было. Было ощущение такой вот восторга от этой высоты, от простора, от неба голубого. Такой же вот яркий был солнечный день. Как вспоминает Эдуард, отказняков в его призыве не было. Все прыгнули, все прошли крещение небом. По словам мужчины, бывших десантников не бывает. Любовь к синему небу и белому куплу над головой – это навсегда. Это же можно сказать и о понятии «боевое братство». Мы встречаемся все не только на день ВДВ. Мы все знаем друг друга, кто, где живет, как работает, кем, где, какие проблемы в семье. Для тех, кто в армии гордо носил голубой берет, 2 августа значит больше, чем собственный день рождения. И отмечать его начинают традиционным автопробегом по городу под голубыми с зелеными знаменами и громкими и протяжными гудками автомобилей. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Сайт саров24.ru подвел итоги фотоконкурса «Саровская ревьера». За два месяца горожане прислали несколько сотен фотографий на фоне одноименного жилищного комплекса в районе поймы реки Сатис. Портреты, пейзажи, селфи. Авторов решили не сковывать никакими творческими ограничениями. Поэтому работы получились очень разными, но при этом одинаково интересными. И все же, раз это конкурс, жюри пришлось выбрать лучшего. Кто стал победителем фотоконкурса и какой приз стал наградой за самые красивые снимки, расскажем в следующем сюжете. Ну что, пришло время расстаться вот с этим самокатом. Как это ни прискорбно, но мне придется его отдать. Причем отдать его в надежной руке и отдать его победителю. Победителю фотоконкурса «Саровская ревьера». Мы его нашли, человек старался, выигрывал, фотографировал. Ну и теперь сегодня заберет, заберет этот самокат фирмы Xiaomi. Ну точнее, это не тот самый самокат, на котором я катался. Это совершенно новый, еще в пленочках. Пойдемте отдавать. Подобный фотоконкурс сайт «Саров-24» проводит впервые. Локацию выбрали ту, которая больше всего понравилась в первую очередь жителям города. Новый жилой комплекс «Саровская ревьера». Анатолий Белухин, отправляя фото на конкурс, о победе даже не думал. Интересное место, интересный свет и правильно выбранное время. Вот что было для него важно. Фотографировать днем, это я считаю банально. Все фотографируют днем. Поэтому я решил сделать ночные снимки. И поэтому снимал ночью со штатива. Приз за победу весомый. Новенький электросамокат известного бренда. За него стоило побороться и проявить весь свой талант фотохудожника. Правда, как признался сам Анатолий, в первую очередь в углове ула стояло именно творчество. Ну, я такой товарищ увлеченный фотографией. Уже давно занимаюсь фотографией. Поэтому мне это интересно было просто вот с точки зрения, так сказать, искусства. Претендентов на главный приз было огромное количество. Первые работы прислали ночью 15 мая, в день, когда стартовал конкурс. А последние работы упали на электронную почту в ночь с 15 на 16 июля, когда прием заявок был уже прекращен. Выбор был непростым, но обойти Анатолия Белухина не смог никто. Конкурсную комиссию покорил подход этого участника вообще к съемке. Не каждый человек ночью придет сюда на три часа и сделает целую серию просто замечательных, красивых, качественных фотографий. Свой приз Анатолий сразу же опробовал в деле. Разогнался, притормозил и с восхищением отметил и добротность конструкции девайса, и плавность хода, и отличный дизайн. По его словам, теперь добираться до места съемки станет значительно удобней и быстрее. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В Сарове сократилось число аварий с участием нетрезвых водителей, но при этом возросло количество аварий с пострадавшими. Об этом сообщили сотрудники госавтоинспекции. На встрече, посвященной результатам работы за первое полугодие, стражи дорог поделились статистикой правонарушений и рассказали о самых частых причинах дорожно-транспортных происшествий. Ими стали проезд на красный сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Кроме того, один перекресток города попал в разряд аварийно-опасных. По сравнению с прошлым годом, почти в два раза снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, а также число аварий с детьми и наездов на пешеходов. Но отмечен небольшой прирост ДТП, при которых погибли и пострадали люди. За первые шесть месяцев этого года их произошло 40. Погибло два человека. В одном случае, мы его, этот ДТП еще не сняли, водитель скончался не от травм, которые получил при дорожно-транспортном происшествии, а скончался от сердечного приступа, который у него случился перед непосредственно ДТП, вследствие чего и ДТП это и произошло. Второй – это мотоциклист, ДТП с участием которого случилось на улице Дорожной. Основными причинами происшествия сотрудники Дорожной полиции назвали несоблюдение очередности проезда, превышение скоростного режима, несоблюдение правил дорожного движения. Один из перекрестков города попал в разряд аварийно-опасных. Это расстояние не более 200 метров, на котором в течение года произошло 5 ДТП общего количества, либо 3 ДТП какого-то определенного вида. Аварийно-опасно признали перекресток Музрукова строителя Захарова. За полгода здесь произошло три столкновения с пострадавшими. В первом случае один из водителей не уступил дорогу при повороте налево. Во втором совершил выезд на красный сигнал светофора. В третьем не соблюдал безопасную дистанцию. Для того, чтобы снизить на этом участке количество аварий, уже соблюдены определенные меры. Там у нас, если вы заметили, уже практически каждый день в час пик работает инспира ДПС. И утром, и вечером. Потому что в соответствии с анализом, все практически ДТП произошли одно в утренний час пик, и два в вечерний час пик. Кроме того, уже установлены дорожные знаки ограничения скорости со всех трех направлений при подъезде к данному перекрестку. Потому что, сами вы понимаете, чем выше скорость движения, тем выше последствия ДТП. Вели и активную профилактическую работу. За полгода сотрудникам ДПС было выявлено более 7400 нарушений правил дорожного движения. А также задержано 139 нетрезвых водителей. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Школа социальных танцев провела в Вейк-парке Майами традиционную вечеринку в Белом. Обычно о том, как правильно двигаться и держать себя на паркете, учат студии. Но летом, при хорошей погоде, преподаватель устраивает мастер-классы и вечеринки под открытым небом. В тот вечер каждый желающий смог узнать, что такое сальса, бачата и кизомба. А тропический антураж Вейк-парка в сочетании с музыкой создавал неповторимую летнюю атмосферу. Каждый год в середине лета танцевальная студия «Аларда» собирает в одном месте всех, кто давно мечтал научиться латиноамериканским танцам. Мероприятие как магнит притягивает людей разного возраста и интересов. Побывать на вечеринке, проводимой третий год подряд, для некоторых становится уже доброй традицией. Душа рвется на вечеринке прийти, пообщаться с ребятами, потому что у нас уже свой такой сложившийся костяк. У тебя мысли отправляются в полет, я бы так сказала. Я получаю колоссальное удовольствие от танца. Научиться социальным танцам в этот вечер пришли большое количество горожан. В этом году местом для проведения вечеринки вновь стал Вейк-парк. Гости получили возможность потанцевать у самой воды под цветом ярких софитов. Обстановка этого места в сочетании с музыкой создала по-настоящему летнюю атмосферу. Отдыхаю эмоционально и физически, можно сказать, от повседневности. Руководители танцевальной студии «Алларды» Андрея Екатерина Топтаевы точно знают, что социальные танцы, как и любые другие, требуют определенных умений и навыков. Но научиться им может каждый. Мы танцуем не только здесь, под открытым небом. Спараемся и вести. Где можно взять, поставить колонку, включить музыку и начинать танцевать, нам, мне кажется, ничего не мешает. Все гости вайт-пати смогли не просто приятно провести праздничный вечер, но и стать участниками мастер-классов и различных розыгрышей. Завершилась вечеринка в белом праздничным салютом. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровские музыканты приняли участие в отборочном этапе юбилейного открытого отраслевого фестиваля Ю-235. Не первый год он объединяет талантливых людей из всех городов присутствия госкорпорации «Росатом». На сцене в парке культуры и отдыха имени Зерно выступили солисты и коллективы, представляющие самые разные стили и направления. Исполнители, которые прошли отбор по результатам зрительского голосования, выступят на финальном галоконцерте. Он уже совсем скоро пройдет в Ленинградской области. Такого вечера в парке с музыкой разных стилей и направлений наш город еще не видел. С трех часов дня до глубокого вечера музыканты, авторы и исполнители представляли поклонникам свое лучшее произведение. Ренат Чуваткин не раздумывая принял предложение поучаствовать в концерте. Классические композиции с жазовой импровизацией на акустической гитаре в его исполнении открывали отборочный фестиваль «У-235». Давно просто не участвовал в таких открытых мероприятиях. И, в общем, любое выступление – это стимул посерьезнее заниматься на гитаре. Завораживающие звуки музыки и прохлада в тени деревьев стали для посетителей парка настоящий отдушный, взнойный летний день. На смену классическим произведениям итальянских и испанских композиторов пришла авторская песня в исполнении Ильи Юрьева. Гитару Илья освоил несколько лет назад самостоятельно и с тех пор выступает только с этим инструментом. У него есть любимые стили музыки, но в произведении он больше ценит глубокую философию. На фестивале Илья исполнил песни своего любимого автора-исполнителя Дмитрия Хмелёва. Мне ближе и рок, и джаз, и любые направления, в которых присутствует музыкальность, в первую очередь, которые приятно слушать как музыку, и чтобы ещё была нагрузка смысловая. Поклонники музыкатов и простые зрители смогли оценить потенциал исполнителей и групп, претендующих попасть на пятый международный открытый фестиваль чистой музыки в Сосновом Бару, который пройдёт с 26 по 30 августа. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Языковые барьеры, межкультурные различия, индивидуальные образовательные потребности и маршруты. В Финляндии прошли международные умные каникулы в рамках проекта «Школа Росатома». «Как дома» – так называлась программа, в рамках которой участники совершали виртуальные путешествия по шести странам мира. Путёвки на международную смену получили победители, призёры и активные участники отраслевых конкурсов и мероприятий под эгидой госкорпораций. В состав делегации от нашей страны вошли пятеро саровчан. Принимать участие в школьных, областных, всероссийских конкурсах и олимпиадах и получать за это награды для Кирилла Емелина – дело уже привычное. В прошлом году ученик 15-го лицея был капитаном команды «Школа Росатома» в специальной серии игр «Что, где, когда» и стал победителем проекта «Дети 21 века». Знатокам вручили призы от госкорпорации, сертификаты на поездку в летний детский лагерь в Финляндию. День выглядел примерно так. У нас подъём, потом завтрак, потом мастерские, которые предоставлялись три на выбор. То есть были постройки чего-то из подручных материалов, ну, креативщики своеобразные, дальше танцоры, dance language это называлось, то есть язык танца, и по сути всё, что они делали, это танцевали. И ещё была спортивная мастерская. В лагере ребята изучили историю, культуру, традиции разных народов, а также успели попрактиковаться в знании иностранных языков со своими сверстниками из Болгарии, Венгрии и Финляндии. Такого в жизни ещё не было, что я мог общаться на английском с кем-то на равных. То есть чаще всего это либо учитель, либо какой-то другой взрослый в заграничных поездках. И практически не было такого опыта, что я вот с таким же ребёнком, со своим ровесником могу пообщаться по-английски. И это, на удивление, даётся мне легко, но как после такого количества практики, в принципе, без особых проблем. Каждый день, проведённый в лагере, предоставлял новые возможности для творческого развития. Ребята готовили визитки, принимали участие в концертах и многое другое. Всего в международных умных каникулах в рамках проекта «Школа Росатома» приняли участие пятеро соровчан, ученики 2-й гимназии и 15-го лицея. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Билеты в Саровский драмтеатр начнут продавать с 15 августа. Сейчас трупа готовится к юбилейному 70-му сезону. Он стартует 7 сентября. Уже сейчас актёры учат новые сценарии. Режиссёры проводят репетиции, а сотрудники цехов готовят костюмы и создают декорации. Пока репертуар на первый осенний месяц хранят втайне. Завесу приоткроют на следующей неделе. Впрочем, в официальной группе театра ВКонтакте появилась информация о том, что первый спектакль в новом театральном сезоне поставит хорошо знакомый соровскому зрителю московский режиссёр Сергей Кутасов. Подготовка к театральному сезону ведётся не только в закулисье. На днях здание театра «Кукол Кузнечик» преобразилось до неузнаваемости. В новом сезоне театр «Кукол Кузнечик» будет радовать горожан не только хорошими и интересными спектаклями, но и своим внешним видом. Благодаря инициативной группе ребят теперь здание детского театра ни с чем не перепутаешь. На нём появились яркие и красочные рисунки. Так как театр «Кукольный» – это сугубо детское пространство, решили сделать что-то очень позитивное. И у ребят это получилось. На стенах театра они решили изобразить маленькую девочку, которую окружает радуга. Лена Калмыкова рисует с малого возраста. Она училась в художественной школе и даже в институт поступила на творческую специальность. Именно Лена стала автором этого эскиза. Придумала она его ещё в июне, но к работе вместе с друзьями смогла приступить неделю назад. Сначала мы воспользовались проектором, чтобы перенести рисунок пропорционально, чтобы он был, чтобы мы это не намечали всё вручную. Маркером обводили сам рисунок. А дальше начался самый настоящий творческий процесс. Ребята делали так называемую заливку. Заполняли эскиз на стене красным, оранжевым, зелёным цветами. Сама Лена выполняла более тонкую работу. Рисовала контур, тем самым делая рисунок объёмным. Как признаются молодые художники, работы интересны, но им пришлось столкнуться с большим количеством трудностей. То у нас закончилась краска в середине работы, то у нас были непригодные погодные условия, вот эти. Очень было жарко. В принципе, вечером рисовать нельзя, потому что люди жалуются, что им пахнет. Как бы в обед тоже невозможно рисовать, потому что жарко. Но ребята старались использовать каждую минуту и работали, не покладая рук, чтобы театр «Кукол Кузнечик» мог радовать своих юных зрителей ещё до того, как они зайдут внутрь. А команда художников теперь может с гордостью сказать, что провели свои студенческие каникулы не только интересно, но и с пользой. Мария Руинч, Артемий Гвозков, Александр Мальков. Служба новостей. Саровчан приглашает принять участие в конкурсе «Вело Джимхана-2018». Этот вид спорта пришёл к нам с Запада и сейчас активно набирает популярность в России. Джимхану можно представить себе как вид автоспорта, в котором необходимо пройти полосу препятствий за максимально короткий промежуток времени. Соревнования пройдут 11 августа на стадионе «Икар». Приглашаются все желающие. Авто, мото, а теперь ещё и «Вело Джимхана». Этот новый вид спорта подразумевает профессиональное владение транспортом в движении на скорости по определённому маршруту. Как правило, очень извилистому. То есть «Джимхан» – это имеет прямое отношение к автоспорту, это преодоление полосы препятствий за максимально короткий срок и с минимальным количеством штрафных баллов. Всё не так просто, как кажется. В условиях ограниченного пространства от участников потребуется знание техник ускорения торможения, контроль равновесия, способность проложить наиболее эффективную траекторию прохождения маршрута. Можно подготовиться заранее, наверное, отработать какие-то навыки фигурного вождения. Предполагается, что это будет слалом, то есть объезд каких-то фишек с змейкой. Предполагается перенос предметов с тумбы на тумбу. Ну и все секреты раскрывать не буду. Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях – дети до 9 лет, подростки с 10 до 16 и взрослые. Обязательные условия участия в конкурсе – это наличие шлема и защита локтей и коленей. Те, кто к нам придут по какой-то причине без велосипеда, участники старше 10 лет, мы сможем обеспечить и защитой, и велосипедом. Виртуозов владения двухколесным транспортом, а также тех, кто хочет просто попробовать свои силы в «Джимхане», организаторы приглашают 11 августа на стадионы «Кар». С трех часов дня до пяти будут соревноваться дети, а потом уже взрослые могут продемонстрировать свое мастерство езды на велосипеде. Конкурс считается наиболее зрелищным видом конного спорта, где всадник должен обладать смелостью, решительностью и тонким расчетом. От лошади требуется высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полете над препятствием, а также гибкость и пластичность движений. В конно-спортивном клубе «Саров» прошли областные соревнования по конкуру. О призерах и победителях состязаний расскажем в следующем репортаже. Для Кристины Золототрубовой это далеко не первые серьезные соревнования. Девушка занимается конным спортом более четырех лет и завоевала за это время огромное количество наград. На соревнованиях по конкуру Кристина заняла первое место в прыжках на 70 сантиметров и второе в охотничьем маршруте. Наездница отмечает, что такие соревнования позволяют участникам не только обменяться опытом, но и окунуться в захватывающее приключение и получить заряд адреналина. Тем более, секрет успеха девушка уже знает. Чтобы научиться действительно сложным элементам, нужно прийти к взаимопониманию с животным. Сначала добиться доверия, чаще с ней видеться, к ней ходить, угощать её, общаться с ней. Кристина Бескова приехала на соревнования из конно-спортивного клуба «Феникс». В возрасте четырех лет девушка поняла, что хочет стать наездницей. Конный спорт для неё – это уникальная возможность почувствовать всю красоту природы. На соревнованиях в конно-спортивном клубе «Саров» девушка заняла второе место. Эмоции получили очень большие. Лошадьми довольны. В принципе, у нас выездные соревнования проходят очень редко, поэтому это для нас такой огромный опыт. Турнир по конкуру среди юношей и девушек проводится третий год подряд. Всем участникам предстояло преодолеть четыре маршрута высотой на 70-80-90 сантиметров и охотничий маршрут до 110 сантиметров. Зрителей мы всегда приглашаем, вход у нас свободный. Сегодня мы катаем на лошадях тоже, помимо соревнований здесь на базе. К нам попасть очень легко всегда, мы здесь работаем ежедневно. Турниры мы проводим традиционно, ежегодно. Два-три раза в год обязательно проводим. По итогам соревнований всем участникам вручили дипломы и памятные подарки. Стать мастером спорта к этой цели стремятся все спортсмены. И достичь ее может каждый, если будет усердно тренироваться, соблюдать дисциплину и показывать высокие результаты на крупных соревнованиях. 23 нижегородским спортсменам присвоили звание мастер спорта России международного класса и мастер спорта России. Среди них оказался и саровчанин Иван Гусихин. Молодой человек занимается парашютным спортом. За три года занятий парашютным спортом Иван совершил более 250 прыжков. В 14 лет он прыгнул с парашютом в первый раз. Страха не было, потому что юноша не осознавал риска для жизни. Потом начинаешь уже прыгать, осознавать ответственность свою, за свою жизнь. И уже потихонечку мысли встают на место, и ты понимаешь, что ты делаешь. Парашютный спорт, как никакой другой, связан с высоким риском, и любой недочет или невнимательность спортсмена могут стоить ему жизни. Поэтому хорошая подготовка на земле – это залог успеха в воздухе. И Иван знает об этом не понаслышке. Собранность, четкие и грамотные действия в небе однажды спасли спортсмену жизнь. На одной из тренировок парашют долго не раскрывался, и Иван просто стремительно летел вниз. Очень долго. Секунд десять встилил. Ну, он образовался в такую свечку, то есть не наполнялся воздухом. Стало страшно. Но потом все стало нормально. Были и курьезные случаи, о которых Иван вспоминает с улыбкой. Однажды в работу спортсменов вмешалась стихия. И только благодаря своему мастерству спортсмены остались живы. Мы летим, и нас несет на провода, лэп. Ну, там, три тысячи напряжения, и мы там не знаем, что делать. Ну, в итоге мы решили приземляться в огороды. Мы приземлились в огороды, потоптали всю капусту. Кто-то из великих сказал, ставьте большие цели, в них легче попасть. Следующая высота, которую собирается покорить Иван, это чемпионат мира. В ближайших планах у него соревнования по точности приземления на молодежном форуме Иволга в Самаре. Футбольный клуб «Саров» провел первую после перерыва домашнюю игру в рамках чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. Наша команда приняла на своем поле торпеды из Павлова. По итогам девяти туров футбольный клуб «Саров» заработал 11 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице. О том, как прошла домашняя встреча, расскажем в следующем сюжете. Встреча футбольных команд проходила не в самых благоприятных погодных условиях. Температура воздуха приближалась к 35 градусам, и даже слабый ветерок не приносил прохлады. Международная федерация футбольных организаций FIFA рекомендует при такой погоде делать в игре два перерыва на 30-й и 75-й минуте. Пока футболисты восстанавливали силы, тренеры корректировали тактику игры. Помедленнее все выглядят и устают быстрее. Сложнее, намного сложнее играть в такую погоду. Счет открыли лишь на 17-й минуте матча. Игроки из торпеды воспользовались удачным моментом в штрафной зоне, и в результате мяч оказался в воротах Саровчан. Спустя 8 минут наши футболисты провели грамотную атаку и, сумев обойти защитников из Павлова, забили гол в ворота соперников. На перерыв команду ушли со счетом 1-1. Ну, по первому тайму, могу так сказать, вроде как территориальным преимуществом мы владели, но в свои моменты не использовали. Футбольная команда Саров и Торпедо – давние соперники уже не раз встречались в рамках чемпионата области. Но в этом году это их первая встреча на поле. Уже после первого тайма саровчане смогли сориентироваться и выявить слабые и сильные стороны соперника, что позволило скорректировать тактику игры во втором тайме. И защита у них довольно возрастная, этим надо воспользоваться, то есть быстрые контратаки производить и вообще более быструю игру надо ускорить, больше пасов обостряющих. Во втором отрезке ни одна из команд не смогла реализовать атаки и контратаки. Матч завершился в ничью 1-1. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова